МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Стремимся к европейскому уровню". Кардинальные изменения произойдут на четырёх объектах. Судьба долгостроя. Суд решил, что делать со стройкой на химиков 8. Закон им не писан, как бороться с теми, кто паркуется у травмпункта. Балконом здесь не место. В доме по улице Юности 19 приступили к демонтажу незаконных построек. Осторожно, тополя! Жители посёлка-строители просят срубить опасные деревья. Более 200 легкоатлетов в 5 дистанций в Нижнекамске прошли соревнования в память тренера Виктора Сазонова. Об этом и не только. Прямо сейчас вы смотрите новости на телеканале НТР в студии Алсу Арсланова. Здравствуйте! Обновлённый пляж откроют к 1 июля. Сейчас ведутся работы второй очереди благоустройства территории. Обещают европейский уровень. Об этом сегодня сказали во время выездного совещания комиссии и мэра города Айдара Медшина. Пляж не единственное место, которое полностью изменится. Ещё три объекта находятся на реконструкции. У нас расстояние от ограждения существующего 250 метров. Именно настолько уже через несколько недель увеличится Нижнекамский пляж. Территорию полностью благоустроят и доведут до европейских стандартов. Работы начнутся в самое ближайшее время, когда водолазы очистят дно. А завершить всё планируют 1 июля. На облагораживание пляжа из республиканского бюджета выделено 25,5 миллионов рублей. Всего в ходе выездного совещания осмотрели 4 объекта. Второй – Красноключинский дом культуры. Вот как он будет выглядеть. Здесь появится красивый большой концертный зал, библиотека, уютный холл и комфортные санузлы. Завершить ремонт планируют к 1 сентября. На это нужны средства в размере 31 миллиона рублей, но сейчас есть только 20. Поэтому нужно выискивать новых спонсоров. Также в Доме культуры станет возможным проведение больших концертов. На улице оборудуют специальную площадку. В планах выиграть грант на оснащение зала кинопрокатными средствами, как это уже сделано в ДНТ. Сейчас задача в рамках, опять же, публиканской программы капитального ремонта учреждений культуры. Мы создаем здесь лучшие условия для того, чтобы эти имеющиеся традиции, желания людей здесь творить, здесь работать, здесь жить творчески, чтобы мы для них создали лучшие условия. И мы на это нацелены. Еще одно учреждение, которое в этом году изменится до неузнаваемости – тубдиспансер. Вот так совсем скоро он будет выглядеть. Реконструкция проводится в два этапа. Сначала отремонтируют первые два этажа, потом третий и четвертый, чтобы не переселять пациентов в другие поликлиники. Завершить все планируют уже в конце лета. Тогда же распахнет свои двери женская консультация. Мы полностью переработали фонд, центральный фонд раскрыли, увеличили пространство для того, чтобы люди могли, места ожидания. Здесь у нас планируется центральная регистратура, там далее все же картотека, там адаптация самозла для новомодельных групп населения. Изменится не только внешний вид учреждения, но и принцип работы. Появится отделение репродукции. Подробности пока не раскрываются. Сейчас строители занимаются отделочными работами. Облицовка здания пока не продумана. Это должен быть интересный, яркий и красочный проект. Эльвира Софиулина, Евгений Лызаев, Новости НТР. Долгострой на «Химиков-8» в центре внимания. В городском суде рассмотрели гражданское дело. Истец городской прокуратуры хочет законсервировать стройку по жалобам жителей. Ответчик Горжилфонд президенте республики просит подождать. Уже в конце месяца начнутся работы. Какой вердикт вынесут, расскажет Наталья Лушникова. Этот долгострой в Нижнекамске многие называют памятником банкротства. Шестиэтажный 120-квартирный дом «Химстрой» начал возводить в 2008 году. Ударной стройки не вышло. В 2010-м она была заморожена. Компания обанкротилась. Шли годы. Стройплощадка стала опасной для жизни, превратившись в пристанище для бомжей и местом экстремальных игр детей. Жители близлежащих домов завалили жалобами прокуратуру. В итоге дело о долгострое попало в суд. Истец настаивал. Строительный объект требуется законсервировать. Но ответчик с этим категорически не согласен. Соответственно, не согласен. Потому что я думаю, что строительство начнется где-то в конце мая, начало июня. Дай Бог, все нормально будет. И будет данное настроение. Ответчик в данном судебном заседании – фирма «Стройиндустрия», которая представляет интересы государственного жилищного фонда при президенте Татарстана. Именно фонд начинает реабилитацию долгостроя и уверяет, консервация финансово невыгодна не только компании. На нее потребуется порядка 5 миллионов рублей, но и тем, кто решит приобрести эти квартиры. Если же будет он настаивать, я имею в виду, тогда будет повышение квадратного места. То есть вы считаете, что если провести конференцию, то пойдет увеличение стоимости квадрата? Да. Аргумент достойный. До начала строительства остались считанные дни. Ответчик не сомневался. Суд примет его сторону. И ошибся. Суд решил. Исковое заявление Нижнепоскорской прокуратуры в интересах Российской Федерации неопределенных руководителей, кожу с ограниченной ответственностью в индустрии, в обязательстве консервации объекта незавершенного строительства удовлетворить. Долгих 8 лет люди требовали либо продолжения строительства дома, либо его консервации. И вот когда дело сдвинулось с мертвой точки, оба требования решили выполнить одномоментно. Итог. Статус из долгостроя в новостройку дом сменит еще не скоро. Наталья Лушникова, Марсель Джураев. Новости НТР. Борьба за балконы развернулась в доме юности 19. Из-за ремонта фасада было принято решение снести незаконные постройки на первом этаже. К демонтажу приступили без согласия собственников. Так говорят люди. Смогут ли жители отставить свои балконы, узнавала Светлана Шумкова. Тазики, детские санки и прочие вещи еще утром спокойно хранились на балконах. Теперь здесь руины. Пока люди были на работе или в огороде, балконы первого этажа снесли. Я не извещен был, не опрещен. Разрешение свое естественное не давал. Прихожу, не успел приехать, уже снесли. С вещами были вещи личные на балконе. Все это сейчас похоронено. Большинство жильцов против демонтажа. А то, что якобы балконы построены самовольно, это неправда, говорят люди. Показывают документы. Было собрание, если его можно так. Даже не собрание, а сходка обыкновенная. Обыкновенная сходка была. Собрались, поговорили. Ни одного представителя с управляющей компанией не было. Нас обвинили во всех смертных грехах, что якобы мы самовольно возвели балконы. Они будут ставить на месте этого, обещают. Но смотрите, что поставят. Поставят четыре стоечки и вот этой же стяночкой окантуют. И теперь летний сезон. Все на даче. Домушникам раздолье, да? Сейчас жители разделились на два лагеря и буквально воюют за балконы. Одни против сноса, другие за. Пока шли споры, рабочие были вынуждены приостановить демонтаж. У нас в 2009 году был ремонт нашего дома. Нам сделали кровлю, подвал и фасад. А отмостки вокруг дома нам не сделали. Я пять лет добивалась этого ремонта. И наконец-то этот ремонт должны были в этом году сделать. Но в данное время идет борьба за первый этаж. В 2018-м юности-19 вошел в программу капитального ремонта. Здесь предстоит обновить фасад и провести реконструкцию всех балконов. Семь из которых нужно снести и поставить новые. А все потому, что верхние балконы находятся в аварийном состоянии. 15 лет назад вышестоящие балконы потребуют капитального ремонта. Даже не капитального, а реконструкцию. Там разрушаются ригели, на чем держатся балконные плиты. Есть момент аварийной ситуации. Весь защитный слой бетона разрушился до арматуры. Что касается разрешения на постройку, то это лишь ордера, которые в 90-х спокойно выдавали на постройку модных в то время балконов на первом этаже. Однако официально в эксплуатацию они не введены. Люди хотят оценить свои конструкции, которые они соорудили, звучат. Но, к сожалению, нигде такой статьи компенсации не заложено. Капитальный ремонт не избежать и все проекты уже утверждены. Работу планируют завершить в августе. Тогда все балконы будут одного вида и даже станут больше, обещают коммунальщики. Правда, жители уже обратились в прокуратуру и намерены идти до конца. Светлана Жемкова, Евгений Лазаев, Максим Липин. Новости НТР. Важная информация для автолюбителей. Завтра и послезавтра на участке дороги от Кольца Менделеева, Мурадьяна до улицы Лесной. Проще говоря, вдоль Солнечной поляны будет затруднено движение. Это связано с подготовительными работами для проведения капитального ремонта. А с 18 мая до 31 июля этот отрезок и вовсе будет полностью перекрыт. Объехать можно со стороны ленты. Водители просят потерпеть неудобства и заранее планировать свой маршрут. Возле травмпункта парковаться запрещено. Оставить знак, но почему-то автолюбители его игнорируют, хотя рядом есть большая стоянка. Не останавливают нарушители ни большие штрафы, ни эвакуация автомобиля. На отчаянные крики Матисса хозяин так и не отозвался. Эвакуатор забрал автомобиль и увез на штрафстоянку. А вот 14-й повезло. Автовладелец свою ласточку не бросил. Но от штрафа это его не уберегло. Я вот в очень тяжелом состоянии. Я до больницы сюда вот, я еле дошла. Сейчас штраф, мы вот инвалиды, стыда нету, господи. А между тем, возмущения водителей напрасны. Буквально за несколько метров до кармашка расположен дорожный знак «Стоянка и парковка запрещены». Но водители упорно его не замечают или попросту игнорируют. Сотрудники ГИБДД говорят, что именно на этом участке это правило нарушается чаще всего. Сегодня мы проводим на улице Горсоветская проблемный участок, так как люди часто оставляют машину напротив больницы. Хотя имеется большая парковочная стоянка, ну недалеко от самой больницы. Здесь имеется кармашек, здесь можно подъехать, высадить пассажира, ну и водителю убрать автомобиль на стоянку. Для тех, кто не может передвигаться самостоятельно, либо с помощью кого-нибудь передвигается, возможен вариант заехать в больницу через шлагбаум с другой стороны. Несмотря на это, карман возле травпункта водители упорно считают парковочным. Из 15 ежедневно фиксируемых нарушений правил стоянки и парковки, 5 приходится на этот участок. Бывают некоторые дни, когда вот это парковка, то есть вот это остановочное место полностью занято автомобилями припаркованными. Естественно, создаются неудобства для пациентов, которые приезжают на различные процедуры, на перевязки и так далее. Время остановки под знаком стоянка и парковка запрещены, регламентировано не более пяти минут. В противном случае нарушитель получит штраф в размере полторы тысячи рублей. Если же автомобиль эвакуирует, придется оплатить и услуги эвакуатора, опустошив кошелек еще на полторы тысячи. Плюс к этому расходы на штраф в стоянке. 66 рублей за каждый час нахождения там вашего авто. Наталья Лушникова, Марсель Джураев, Новости НТР. Нижнекамец задержан в Ставропольском крае. Его обвиняют в краже из банкомата около 450 тысяч рублей. Мошенника задержали сотрудники Росгвардии. Они выехали по сигналу тревога из офиса кредитной организации. Местный охранник рассказал, что мужчина, получив деньги из банкомата, суетился и прятал лицо от камер наблюдения. Предварительно установлено, что 30-летний житель Нижнекамска путем удаленного доступа к программам обеспечения терминала и запуска в него электронного вируса. Похитил деньги. Мужчина задержан. Сейчас устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям. Нижнекамка хотела заработать на криптовалюте, но вместо этого потеряла свои деньги. В полицию обратилась девушка, которая рассказала, что в интернете увидела объявление о покупке виртуальных денег. Написала сообщение, что готова внести депозит в размере 10 тысяч рублей. Для того, чтобы заработать определенный процент. Однако этих денег не хватало. Мошенники попросили перечислить еще 15, чтобы в итоге получить 165 тысяч. Пострадавшая все сделала и ждала, когда ей на счет переведут проценты. Но этого так и не случилось. Легких денег хотел заработать еще один нижнекамец. В социальной сети наткнулся на человека, который предлагал свои услуги, а именно прогноз на ставках. Пострадавший перечислил 2 тысячи. Преступник сказал, что он выиграл 75. На азарте поставил еще, но выигрыш так и не увидел. В итоге потерял порядка 11 тысяч рублей. Другой нижнекамец купил в интернет-магазине пианино за 26 тысяч. Товар не пришел. Номера продавцов заблокированы. Еще один пострадавший перевел мошенникам ежемесячный платеж за кредит в сумме 11 тысяч. Неизвестный позвонил и представился сотрудникам банка. Сказал, что одобрили кредит на сумму более миллиона. Теперь необходимо было заплатить за другой долг. Предложил сделать через него. Преступник спросил номер карты и три цифры с оборотной стороны. Нижнекамец без доли сомнений все продиктовал. В итоге со счета сняли все деньги. Всеми этими делами занимаются полицейские. Люди против деревьев. Жители поселка строителей хотят избавиться от тополей. Они опасаются за свою жизнь и здоровье. Для аллергиков такое соседство может быть смертельным. Александр Комаров узнал, как им помочь. Три тополя на романтиков. Именно эти деревья пугают жителей поселка строителей. И не тем, что почки этих деревьев могут вызвать аллергию, а тем, что ветки при сильном ветре могут упасть на дома, машины и даже людей. Жители этого района начали бояться сильного ветра. Во-первых, одно из деревьев уже накренилось и в любой момент может упасть. Во-вторых, пух, который вскоре появится, тревожит аллергиков. А таких здесь немало. Вот уже, вот видите, вот аллергия у меня уже на лице. И потом уж пух начнет уже. После светения тополя у меня тоже как крапива жгет. Вот такое ощущение у меня. И краснота появляется во время светения, когда пух летает. Пух появляется, вот дети болеют у нас. И сноха болеет, чихает постоянно. И вот вдвоем-троем они болеют. Старшая по дому пыталась сделать так, чтобы жалобы жильцов вышли за пределы этого подъезда. Но крик души так и не был услышан. Мы уже писали и управляющей компанией оставляли письмо. Они не реагировали, сказали весной будем обрезку делать. Потом в начале апреля я опять звонила им, потому что мы письмо оставляли осенью уже. В апреле я звонила. Апрель только начался, сказали это в апреле обрезку будем делать. Потом уже перед праздниками звонила. Не будем обрезать обрезку делать. На самобытном сходе граждан были и сотрудники управляющей компании. В диалог с жильцами они не вступали, но нам рассказали, что все претензии понятны. И вскоре они будут решать эти проблемы. Сегодня соберется комиссия создаться. Приедем в поселок на обследование данных деревьев. Если деревья действительно представляют опасность людям, имуществу, которое здесь находится, машинам, домам, то естественно они будут спилены. Если же деревья не представляют угрозы, деревья трогаться не будут. На управляющую компанию надейся, а сам не плашай. Жители поселка строителей подстраховались и написали жалобу еще и в народный контроль. Теперь они через интернет будут отслеживать, как выполняются обещания. Александр Комаров, Фахри Исламов, Новости НТР. Об этой теме нам сообщили телезрители. Если у вас тоже есть важная или интересная информация, то пишите, звоните по номеру 8-917-93-73-077. Знатоки ПДД, которые виртуозно вводят велосипед и умеют оказать первую медицинскую помощь, получили заслуженные награды. Медали, почетные грамоты и ценные подарки вручили сегодня юным инспекторам дорожного движения, которые стали лучшими среди 28 отрядов, принявших участие в городском конкурсе «Безопасное колесо». В этом году он посвящен 45-летию создания отрядов юных инспекторов в России. И надо отдать должное участникам. Их уровень растет год от года. Отряды достойно представляют Нижнекамск и на уровне республики. Особенно впечатляют результаты ребят из детского автогородка, которые сегодня стали первыми практически во всех номинациях. Как им это удалось, они рассказали сами. Потому что нас хорошо обучали. Мы стараемся больше. Мы занимались как-то больше, чем они. И нас учили, с нами больше занимались, чем с ними, наверное. И вот сегодня настроение своим поделитесь. У меня очень хорошее настроение. Веселое. Ответное. Не только для конкурса мы участвуем, а для того, чтобы дети правила дорожного движения знали, соблюдали и были примером для остальных детей. Действительно, мы всегда будем стараться, чтобы вообще были только на призовых местах сидеть у нас. Помочь одаренным детям. Такая цель у общероссийского инновационного проекта «Моя Россия». Сейчас его внедряют на базе 29-й школы. Автор идей и научный руководитель Рамиль Сарчин лично приехал познакомиться с учащимися. Специально для казанского гостя подготовили концертную программу. Как говорит доктор филологических наук, это только начальный этап. В дальнейшем планируют проводить совместные мероприятия, которые направлены на выявление одаренных детей. Я сам лично курирую общероссийский инновационный проект. Мы работаем по всей России. И создали инновационные площадки в ряде учреждений. Даже в республике у нас такая есть площадка. Она очень успешно работает. Мы выявляем таких детей и растим дальше. Выводим на какие-то публикации в каких-то видных изданиях. Современные работы современных мастеров. В Нижнекамске открылась выставка молодых художников «За каме». Более 70 полотен в разных технике и жанрах. Прикоснуться к искусству можно в городском музее до 1 июня. Пейзажи и натюрморты, портреты и абстракции. Каких только работ здесь нет. Черная палата – работа Ленара Ахметова. Маститова, набережной Челнинского художника. Написал он ее на клеенке. А все потому, что однажды, поехав в Болгар, забыл взять холст. Пошел на рынок, купил клеенку, все там пристрелил степлером. Ну так понравилось, думаю, ну дай-ка напишу на клеенке. Мне понравился рисунок, там цветы такие наивные, в традиционном национальном колорите. Ну, начал закрашивать, думаю, что-то мне жалко эти цветы закрашивать. Оставил, значит, цветочки. А это работы «Ночь и день» – картины келабужской художницы Нины Власовой. Точнее, творческие копии работ, которые она представляла на симпозиуме «Шелковый путь» в 2015 году в Елабуге. Я выбрала для своих работ как бы образы, женские образы «День и ночь» по улбекским мотивам. То есть улбекские уборы, пейзажи. Картина выполнена в разных стилях и техниках. Например, масляная живопись, угольное, постекло, на тонированной бумаге. Есть работы, написанные карандашом и даже гелевой ручкой. Всего более 70 картин 34 мастеров. Это наша уже вторая выставка молодых художников. Первая была в Елабуге месяц назад, 15 числа. Там она была приурочена к Пасхе, к празднику Светлой Пасхи. А здесь уже более творческие наши, более свободные работы. Выставка молодых художников за камень открылась сегодня в городском музее и продлится до 1 июня. Помимо картин, здесь представлены и предметы декоративно-прикладного искусства. Светлана Жемкова, Максим Липин, Новости НТР. Далее смотрите новости спорта и прогноз погоды на завтра. Я напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или посредством с сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Лечим зубы и получаем скидки. В медицинском центре «Нова» скидка 10% на лечение и протезирование. Новая стоматология. Шинников 57. Подробности по телефону 40 66 77. С 1 мая по 30 июня в «Радуги» звуков скидки до 25% на слуховые аппараты фирмы «Фонок». Телефон в Нижнекамске 32 33 53. «Ниссан» дешевле на 21%! Да, если в автоцентре «Марка»! Дарим небывалую скидку на новый «Ниссан». Сигнализация в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Давкаев. Здравствуйте! В Нижнекамске завершились традиционные легкоатлетические соревнования в памяти тренера Виктора Сазонова. Открытое городское первенство состоялось уже в 22-й раз. За время своего существования турнир сумел обрести статус всероссийского. А в этот раз на стадионе «Дружба» встретились представители 13 команд. Это без малого почти две сотни легкоатлетов со всего Татарстана, а также других регионов России. Юноши и девушки оспаривали места на пьедестале почета в двух возрастных группах. Свои силы спортсмены проверяли в беге на три гладких дистанции, две барьерных, а также прыжки в длину. Нижнекамск был представлен двумя спортивными школами – «Шинником» и «Нефтехимиком». «Шинников» было большинство, им и досталась «Львиная доля наград». Всего же в Нижнекамске осталось 35 медалей различного достоинства. Продолжим футболом. Вчера говорили об основном составе. В этот раз поговорим о дублерах. «Нефтехимик» стартовал в розыгрыше Кубка Татарстана по футболу. Первый матч от на восьмой розыгрыше главного трофея стартовал для нашей команды на домашнем поле. На стадионе «Дюсуша» «Нефтехимик» дублеры принимали «Бугульминский энергетик». Гости смогли создать много проблем в «Нижнекамской» команде. На 15-й минуте с 11-метрового они открыли счет. Спустя 6 минут подопечный Андрей Сичихин и сравняли. К середине второго тайма «Энергетик» уверенно ввел 3-1. Казалось, победа была уже в кармане, но вот у «Нефтехимика» на этот счет было свое особое мнение. Последние 10 минут переломили ход матча. Дублеры смогли собраться и буквально за 3 минуты сравняли цифры на табло, установив окончательный итог встречи. 3-3. Вернемся к борьбе. На этот раз поговорим о борьбе на поясах. «Нижнекамский» Батырт лечился на Кубке России, который прошел в Башкирском Салавате. В соревнованиях среди мужчин и женщин участвовало около 200 спортсменов из 27 регионов России. В составе сборной команды Республики Татарстан выступал представитель спортклуба «Нефтехимик» Наиль Зайнулин. В классическом стиле весовой категории 100 кг, где медали оспарили 10 борцов, Наиль провел 4 схватки. Уступил в одной и завоевал бронзовую медаль. Наиль Зайнулин на этом турнире проиграл Башкортостанцу Рустаму Исламову, обладателю Кубка мира, призер чемпионата мира с отсчетом 0-2. К слову, ранее на одном из крупных турниров, который прошел в феврале, наш борец Исламову победил, тогда стал обладателем золота. Ну а в командном зачете сборной Республики Татарстан заняла второе место, уступив хозяевам турнира. Завершим хоккеем. Три игрока, защищавшие в минувшем сезоне цвета реактора, получили вызов в молодежную сборную России. Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определил список хоккеистов, которые примут участие в учебно-тренировочных мероприятиях в преддверии Кубка Черного моря. На недельный сбор в Сочи прибудет 51 хоккеист, в том числе и нападающий Розад Тимирфу Булат Шефигулин, а также защитник Булат Матыгулин. Кубок Черного моря является этапом подготовки сборной России к молодежному чемпионату мира 2019, который пройдет в Ванкувере. На сочинском турнире тренерский штаб поделит наших хоккеистов на две команды – «Россия красная» и «Россия белая». На льду сочинской арены «Айсберг» им предстоит встретиться с молодежными сборными Дании и Швейцарии. И отметим, что обе эти команды являются соперниками россиян по групповой стадии ближайшего молодежного чемпионата мира. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР «Прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта НТР Дефис 24.ру. До встречи в эфире. Спонсор выпуска – магазины «Технорай» и компьютеров. С 1 мая по 30 июня в «Радуге звуков» скидки до 25% на слуховые аппараты фирмы «Фонок». Телефон в Нижнекамске – 32-33-53. Погода в Нижнекамске на 16 мая. Днем температура составит 18 градусов тепла, ночью – 11. Ветер восточный – 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – центр хорошего звука «Радуга звуков». «Радуга звуков» предлагает аппараты фирмы «Фонок» со скидкой 25%. Акция на аппараты «Фонок» действует до 30 июня. С 1 мая по 30 июня в «Радуге звуков» скидки до 25% на слуховые аппараты фирмы «Фонок». Телефон в Нижнекамске – 32-33-53.